В Волгограде продолжается целый цикл мероприятий, приуроченных к вековому юбилею прославленной поэтессы, почетного гражданина Волгограда Маргариты Агашиной. Важное место в ее творчестве занимают стихотворения, посвященные нашему городу и краю, дружбе и любви, горьким потерям и простым жизненным радостям, в которых каждый может найти поддержку и опору. Для современных школьников значение ее поэзии очень велико, потому что она воспевает нашу родину, потому что вся страна поет известные песни на ее стихи. И мы просто обязаны знать творчество наших поэтов, которые столько посвятили нашему отечеству и времени, и творчества, и так любили его. Поэтому мы перенимаем эстафету у нее, ну и продолжаем читать. Мы очень рады, что сегодня первыми открывают череду поздравлений, мероприятий именно библиотека имени Агашиной. В рамках ежегодного фестиваля «Агашинская весна» в библиотеке имени Маргариты Агашиной состоялся масштабный конкурс исполнителей «На бессмертие я не притязаю». География участников обширна – от наших земляков до жителей Приморья и новых территорий. Заявок на конкурс было подано более трех сотен. Конкурс проходил в двух номинациях. Это «Агашинская строка» – декламация стихотворений и «А где мне взять такую песню» – исполнение песен на стихи Маргариты Агашиной. Конечно, были возрастные группы до 14 и от 15 и старше. Всего было принято 311 заявок, начиная с Донецкой Народной Республики до Амурской области. Но мне бывает в тягость дружба, когда порой услышу я, что я жила не так, как нужно, мне говорят мои друзья, что мало песен написала, что не боролась, а ждала, что не жила, а угасала, что не горела, а жила, что я сама себя сгубила, сама себя не сберегла, а я жила, тебя любила, а я счастливая жила. Жюри конкурса обращало внимание не только на технику исполнения. Ценился также выбор произведений и творческий подход. Так, один из участников родом из Нижнего Новгорода самостоятельно написал музыку, под которую исполнял стихотворение. Было интересно отсматривать эти видеоролики. Очень много патриотики на самом деле, поэтому библиотека как раз-таки и на платформе ВКонтакте завела страницу Маргариты Агашиной, где мы публикуем ее произведения, чтобы читатель не ограничивался только гражданской лирикой, потому что направления у Маргариты Агашиной были различные, даже детская лирика есть. Главная цель конкурса не просто выявить победителей, но познакомить широкий круг читателей с творчеством Маргариты Агашиной, напомнить об удивительной, пронзительной тонкости и точности ее поэзии, не утратившей своей значимости и по сей день. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замен на сердце ладон, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Говорят, что не плачет солдат. Солдат, он солдат. Ксения Колоскова, Илья Китаев, телеканал Волгоград-1. Ксения Колоскова, Илья Китаев, телеканал Волгоград-1.